Комфортная температура, света и ароматерапии. Только при соответствующем сочетании всех компонентов лечебная ванна будет эффективной. Поэтому к процедурам в детском санатории юность готовится сейчас за день до основного заезда постояльцев. Уже завтра все палаты здесь будут заняты, а коридоры заполнят детские голоса и топот детских ног. Правда, последний штрих перед встречей гостей в Бурку территории в здравнице оставили на последний момент. Проверяя санаторий, мэр города остался недоволен санитарным состоянием территории. У нас получается, что улицы города красивые, площади красивые, а рекреационные зоны, к сожалению, не такие. Мы, думаю, все сделаем для того, чтобы смотивировать наших руководителей к тому, чтобы территории наших здравниц, особенно детских, были не хуже городских территорий. О том, что дьявол кроется в мелочах, забыли и в санатории «Голубая горка». Здесь не обновили краску на скамейках, заборе и фонарях, не подстригли газон и кусты. Все это подпортило общую картину благоустройства. Глава курорта попросил избавиться от ложки дегтя как можно скорее. И будни для сотрудников здравницы превратились в субботники. С утра до позднего вечера даже в ливень голубую горку моют, чистят и красят. Не отстают от коллег и в юности. Территория убирается, последние штрихи тоже на пляже, там красится, все убирается. Потому что мы купаем детей при температуре 22 градуса. Поэтому пока подготовительные работы идут у нас. Руководители здравницы обещают, первых в курортном сезоне отдыхающих встретят чистота и комфорт. Кстати, в стране не останутся и сочинские дети. С 1 июня для них откроется 145 дворовых площадок, где аниматорами будут работать студенты и волонтеры. Некоторые уже встречают детей. К примеру, площадка на Глазунова уже 10 дней дает простор для творчества и спорта юных сочинцев. Это для детей второй дом. Второй дом, когда у нас и плетение, у нас и рисунки, у нас и баскетбольное кольцо. Помимо летних площадок сочинских школьников ждут многодневные походы, мини-экспедиции, туристические слеты, игры, экскурсии. А аниматоры в этом году впервые доберутся и до отдаленных районов города. У нас будет 11 передвижных площадок, которые организованы Департаментом физкультуры и спорта. Что это такое? Это площадки, которые будут постоянно передвигаться по сельским округам и там проводить различные мероприятия с детьми. То есть и детей в сельских округах мы тоже задействуем. Летом для сочинцев продолжат работу кружки, клубы и спортивные секции. Планируется, что интересно и весело проведут каникулы в родном городе более 40 тысяч юных горожан. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.